Книга рассказывает в сжатой форме о различных признаках и техниках манипуляции. Физиология и психология манипуляции. Примеры. Книга, написанная режиссёром кино и актёрским тренером. 2019 год. Александра Сашнёва. Манипуляция. Пособие. О чём эта книга? Он там, где твой стыд. Он улыбается и молчит. А ты носишь в себе чужое дитя. И оно изнутри поедает тебя. Алыч. Каждый, кто попал в отношения с манипулятором, хотел бы сделать их честными и открытыми. И на этот вопрос будет ответ в этой книге. Каждый, кто понял, что его отношения с манипулятором бессмысленны и опасны, начинает искать способы обрести свободу. Поэтому о способах и методах я также расскажу подробно. Каждый, кто хоть раз был в путах манипуляции и освободился, начинает видеть мир иначе. И это новое знание вдохновляет, придаёт силу и делает увереннее. Чтобы считать себя специалистом в области манипуляции, мало побывать один раз в такой истории и выйти на свободу. Нужно изучить много историй, много видов манипуляции и набрать определённую статистику. Возможно, вы лично обогатитесь настолько, что это вас защитит на всю жизнь. Но часто бывает иначе. Однажды вы встречаете более сильного охотника и снова попадаете в сети. Любимые грабли всегда с нами. Я тоже побывала в таких историях. Иногда как добыча, но всегда как исследователь. Иногда было страшно, и я убегала. Но чаще я смело шагала в темноту с целью понять, как это устроено. И я тоже путала искренность с иллюзиями, всё больше находя в себе самой причин и поводов быть обманутой. Я сравнивала, анализировала, делала пометки, выводы, систематизировала и находила алгоритмы и правила. Личный опыт сильно отличается от опыта исследователя. Исследователь ставит задачу и достигает результата. Исследователю годится любой результат, положительный или отрицательный. У него нет личного интереса. Его интерес найти объективное, универсальное, то, что работает всегда и для всех. Для углубления моих исследований мне понадобились знания физиологии ЦНС, и я поступила на психологический факультет. Физиология ЦНС — это важнейшая часть, которая необходима для владения предметом манипуляции. В моём изучении манипуляции, в изучении хищника и жертвы, много есть и личного опыта, который был необходим, чтобы прочувствовать роль жертвы изнутри, а также много объективного опыта, который я получала с самого детства, наблюдая истории других людей. Моя способность к эмпатии всегда привлекала ко мне людей с проблемами, особенно с проблемами отношений. Я прослушала десятки историй, я обсуждала их с жертвами и видела всегда одно. Человек не способен принимать разумных мер, пока он в плену манипулятора. Этот опыт и обучение на психологическом факультете, а также профессия режиссёра и актёрского тренера помогли мне систематизировать и выделить множество типичных черт манипуляции. Садовники и хищники Манипулятору очень трудно жить. Он питается тем, что подчиняет себе людей и заставляет их работать на себя. Но ни один человек в здравом уме на манипулятора работать не будет. Чтобы человек начал работать на манипулятора, а не на себя, человек должен сойти с ума. Именно эту задачу и ставит перед собой манипулятор. Ввести жертву в состояние временного или постоянного безумия. Подменить реальность вымыслом. Рано или поздно открывается истина. Либо обессиленная жертва выходит из строя. Манипулятор вынужден искать других людей. Потеря жертвы всегда очень болезненна для манипулятора, ведь это его пища, кислород и вода. Жертва – это корова, у которой отворяют еремную вену и пьют из нее кровь. Самая большая проблема жертвы то, что она не понимает, как мыслит манипулятор. Потому что любой нормальный человек хочет вырастить сад и получать с него урожай несколько лет, построить отель, создать школу, завод, который будет кормить многих людей. Это люди-садовники. Они создают то, что приносит людям пользу и у чего есть будущее. Но есть люди-хищники. Они, увидев сад, который начинает плодоносить, просто вырывают яблони вместе с корнем, чтобы в безопасном месте воспользоваться плодами. После них остается пустыня. Это те люди, которые на стройке используют бетон подешевле, а потом огромное здание падает и убивает тысячи людей. Это те люди, которые возглавляют проекты, а потом выбрасывают на помойку всех, кто над проектом работал. Люди-садовники всегда выигрывают, даже если временно попадают в сложные обстоятельства. Потому что те, кто выращивают сады, могут получить неожиданное вознаграждение через много лет, а манипулятору никогда никто не поможет. Ему всегда надо охотиться за жертвой, обрабатывать ее, тратить на это невероятные усилия. Если кто-то думает, что манипулятору легко жить, то ошибается. Ложь, которая в репертуаре манипулятора основное средство, очень затратная вещь. Ложь требует от организма огромных усилий, огромного контроля и терпения. И эти силы организм берет сам у себя. Поэтому манипуляторы больны самыми ужасными хроническими болезнями. И однажды их настигает мучительная смерть. Смерть настигает всех. Но не зря же говорят, что у хороших людей смерть легкая. Правду говорить легко и приятно. Тело человека против лжи. Манипуляция отношений и производственная манипуляция. Манипуляция отношений или сексуальная манипуляция, когда один человек настраивает отношения зависимости с другим, используя секс, либо обещание секса. Производственная манипуляция. Когда манипулятивные отношения строятся в основном на интересе к выгоде или на тщеславии и редко обращаются к приемам сексуального манипулятора. Однако и в той, и в другой манипуляции механизм воздействия почти всегда одинаковый. Поэтому я не буду отделять производственную манипуляцию от манипуляции отношений. Есть еще бытовая манипуляция, но она – жалкое подобие профессиональной и часто преследует вполне благие цели, поэтому я не буду на ней останавливаться отдельно. Главное, что способы освобождения от манипулятора совершенно одинаковые. Вы думаете, что с вами этого никогда не случится. Все думают, что с ними этого никогда не случится, но это случается почти со всеми. И даже с самими манипуляторами. Вот уж манипулятор-то уверен, что он видит все, но однажды ему встречается игрок, который опытнее и разнообразнее. Первый раз Первый раз мой манипулятор был намного старше, и я многому научилась у него. И сделала свое первое самостоятельное открытие, как избавиться от зависимости, не прибегая к консультантам или психотерапевтам. Было мне 19, и я училась. Этот человек был намного образованнее, умнее. После средней школы на окраине, где каждый день был опасен для жизни в прямом смысле, он открывал неимоверные горизонты, совсем другую волшебную жизнь. Театр, кино, живопись. Совсем новый уровень понимания искусства. Несмотря на то, что я выросла в семье научного сотрудника и пианистки, субтитров, 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 субтитров.